Больше года Юнис Эль-Махди провёл в пути. Из Судана в Ливию, затем в Европу через Средиземное море. Наконец ему удалось добраться, радовался он. А потом надолго застрял в палаточном лагере французского калия. Теперь он хочет во что бы то ни стало выбраться отсюда и попасть, наконец, в Великобританию. Неожиданно в лагере раздаётся сигнал. Пробка на автобане в сторону Великобритании. Каждый здесь знает, это шанс. Теперь можно попытать удачу и забраться в грузовик. Но не каждый прицеп можно использовать в качестве укрытия. Этот слишком загружен. Вскоре на автобан прибывает полиция. Знаете, я просто буду пытаться снова и снова. Может быть, уже сегодня. Во второй, третий раз. И все здесь будут пытаться сделать то же самое. Но сейчас они возвращаются в лагерь. Джунгли-кале, как они его называют. Около 4 тысяч женщин, мужчин и детей живут во временном лагере, куда каждый день прибывают новые беженцы. Раз в день сотрудники неправительственных организаций раздают здесь пищу. Приток беженцев продолжает расти. В прошлом году здесь жили 2,5 тысячи мигрантов. Но по Средиземному морю сейчас прибывает в три раза больше людей. Скоро здесь будет уже 8 тысяч желающих попасть в Великобританию через Кале. Справиться с таким потоком невозможно. Картина, ставшая уже привычной – беженцы в центре Кале. Французский курорт – главный перевалочный пункт для тех из них, кто стремится попасть в Великобританию. Метровые ограждения в порту блокируют доступ мигрантов к паромам и грузовикам. Их установку финансировало британское правительство. Оно делает всё, чтобы остановить дальнейший приток нелегальных мигрантов. Так что и по ту сторону пролива шансы Юниса на лучшую жизнь невелики. В прошлые годы Великобритания одобрила лишь треть всех запросов на предоставление убежища. Беженцы ждут решения годами. Но даже это не способно изменить планы Юниса. Хуже, чем сейчас, быть уже не может, считает он.